Жалко нам Алёшку, неплохой он парень, Наш замоскворецкий парень непростой. Полюбил он Рашку, а таких сударынь Обходить старайся дальней стороной. Алёшка, Алёшка, не возвращайся, Алёшка, Отравишься, Алёшка, водкой колдовской. Алё, Алёшка, Алёшка, не возвращайся, Алёшка, Поплатишься, Алёшка, безумной головой. Здравствуйте, люди добрые, вы находитесь на канале Голос Правды. Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный заявил, что 17 января 2021 года он намерен возвратиться в Россию. Привет, это Навальный. Я читаю новости, которые приходят из Москвы обо мне, и просто диву даюсь, насколько Путин снова топает ножками и требует сделать всё для того, чтобы я не вернулся домой. Перед Новым годом они заявили о том, что запускают новое уголовное дело против меня, и оно такое демонстративно сфабрикованное. Вчера СИН заявил о том, что они требуют в суде превратить мой условный срок в реальный, и я, значит, немедленно должен отправиться в тюрьму. И они делают всё для того, чтобы испугать меня. И Путину осталось только повесить над Кремлём, знаете, огромный плакат. Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой. Но приехать в Германию это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. И я оказался здесь, потому что меня пытались убить те люди, которые сейчас обиделись на то, что они меня всё-таки не убили, и я выжил, и теперь угрожает меня посадить. Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые я делаю каждый день уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров, и всё, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы, и на сайте авиакомпании «Победа» я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом «Победа». Встречайся! Ну что же, я думаю, что Алексея Навального встретят, его сторонники. Ну, кроме того, я считаю, что его встретят не только сторонники, но и, хотел сказать, люди в чёрном. Нет, его встретят люди в форме и в масках, которые отведут его в район, предположительно, Лефортово, где его следы затеряются на несколько месяцев. Затем его осудят, он будет сидеть в тюрьме, возможно, несколько месяцев, возможно, год. Там он напишет свою книгу, мемуары, назовёт её, например, «Наша борьба» или что-то в этом роде. Затем Вова назначит своего преемника, который станет правителем России. Потом выйдет Навальный, захватит власть и станет президентом. Ну, так скажем, я включил сейчас режим вещего Олега. Как вы знаете, меня зовут Олег. Ну, просто, друзья, я читал предсказания православных святых и людей, которые глубоко верили в Бога, пророков, грубо говоря. И я хочу заявить о том, что есть предсказания о том, что в России после карлика с чёрным лицом, который придёт к власти на плечах гиганта, в России власть будет сменяться очень быстро. Придут так называемые правители на час. Их будет 10 правителей. Я считаю, что Алексей Навальный – это один из этих правителей. Так называемый «длинноносый», которого будут ненавидеть все. «Длинноносый» почему так назвали? Потому что сует свой нос длинный в чужие дела. Как вы знаете, Алексей Навальный очень много чиновников раскритиковал, патриарха, так называемого, Гундеева, ну и так далее. То есть его ненавидят тоже многие. Поэтому я считаю, что он станет правителем, одним из правителей России на час. Ну понятно, что не на час, там возможно несколько недель, несколько месяцев. Никто не знает, сколько ему определено, но тем не менее. И я до этого уже записывал ролик, в котором говорил, что Байден президентом не будет. Это заявил в свое время Эдгар Кейси. Он заявил о том, что 45-го президента США он не видит. То есть Дональд Трамп 44-й, если считать всех президентов, так как один из президентов был два раза, занимал президентский срок, так скажем, с перерывом. Поэтому Дональд Трамп 44-й, Джо Байден 45-й президентом он не будет. Как вы видите, сейчас уже в США начинаются какие-то беспорядки. Ну и не сегодня, а завтра может начаться что хуже, например, гражданская война и так далее. И тому подобное. Еще интересная мысль, друзья. Я считаю, что фамилия человека говорит о многом. Человека именно, мужчины, не женщины. Потому что женщины очень часто меняют свою девичью фамилию. И не зная девичью фамилию, ничего о них сказать невозможно. Что означает фамилия Навальный? Вот нашел такую интересную информацию. Навал в переводе с иврита означает безумный. Ветхий Завет, первая книга царств, говорит о том, что «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его и безумие его с ним». Еще тоже интересное высказывание в Ветхом Завете. «Господь обратил злобу Навала на его же голову». Ну и в двух псалмах царя Давида, тоже говорится в еврейском тексте, говорит «Навал нет Бога». В русском тексте слово «Навал» переводится как «безумец». Кроме того, также переводится и в греческом, и в латинском переводе. «Сказал безумец, нет Бога». Друзья, Навального встречать придут многие. И, вы знаете, а я не пойду встречать Навального. Я пойду на реку встречать своих врагов. Как сказал один мудрец древнекитайский, если очень долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывают твои враги. Я думаю, что в этом действии больше смысла, чем встречать Алешу Навального. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.